Братья и сестры, друзья, мы сейчас живем в такое время между Пасхой и Вознесением. То есть, ну, это период такой между этими праздниками. Поэтому в недалеком прошлом у нас было еще событие, когда мы вспоминали воскресенье нашего Господа. И я, наверное, из этой тематики еще тоже вот события, которые были в это время, прочитаю известную нам историю. И тем, кто читает Евангелие, очень известная, знакомая история из 21 главы Евангелия Атеана. Она очень приятная для чтения, очень такая, как бы сказать, какая-то добрая, семейная такая ситуация здесь возникает. Но я даже, друзья, не о том, что когда Христос беседует с Петром, об этом чуть ниже будет описано, мы сегодня этого касаться не будем, а просто начало этой главы. Начало этой главы. 21 глава Евангелия Атеана, 9 стихов первых. После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так. «Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Канны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу. Говорят ему, идем, и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опаялся одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодки, ибо недалеко были от земли, локтей около двухсот, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Дети, первый вопрос будет к вам. Я сейчас прочитаю еще один стих, и вы мне потом скажете, сколько учеников пошло рыбачить. Внимательно слушайте один стих из того, что я читал уже, потому что я вам задание не дал сразу, поэтому я понимаю, что вы не наблюдали. А теперь я прочитаю еще раз один текст, а вы посчитайте, сколько там было братьев верующих, которые ходили с Иисусом, но вот теперь они пошли ловить рыбу. Считайте, были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Канны Горилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его. Сколько было? Семь. Семь. Правильно, молодцы. Семь человек было здесь в лодке вместе. Значит, они пошли рыбачить. Похоже, это было ночью, под утро. Вот они находились в море в этом, или в озере в этом, в Тевериадском. Ну, там написано «Приморье Тевериадском», ну, так называется и море, и озеро где-то. Вот, поэтому Господь в это время с ними не был в лодке. Его с ними вообще в этот момент не было. Кстати, после воскресения Христа, Христос уже так с ними не ходил постоянно. Он постоянно с ними не бывал, так как было раньше, что ученики вместе, и Христос вместе с ними, и Он учит их, или как-то еще. После воскресения Христос являлся им иногда где-то. Но к этому времени, когда это событие произошло, Христос уже явился им два раза. Здесь дальше написано, что это уже третий раз явился Иисус ученикам своим. То есть из этого можно сделать вывод, что уже два раза являлся. Но мы помним, что в горнице Он являлся ученикам своим. И здесь вот написано «третий раз явился ученикам своим». Друзья, я хочу вывести отсюда самые обычные, простые мысли, знакомые для нас. Но которые, я так понимаю, все равно вновь и вновь должны оживлять нашу внутренность. Мы должны ставить себе тоже эти вопросы и посмотреть вот эти взаимоотношения со Христом. Как оно у нас на сегодня? Ведь мы очень изменчивы. Если вчера у меня было настроение одно, то сегодня оно может быть другое. Если вроде бы казалось, я стою, то теперь кажется иногда, что я уже еле-еле на ногах держусь. Ну, в духовном смысле имеется в виду. И мы очень изменчивы, мы очень меняемся. И здесь, друзья, первое, на что я хочу обратить внимание. Симон Петр говорит друзьям своим «иду ловить рыбу», и эти друзья тоже говорят «мы тоже пойдем с тобою». Даже, думаю, не все были рыбаками. Мы точно знаем, что Симон Петр был рыбак, но здесь даже про Андрея и нету речи, его, то есть, не было здесь. Сыновья Завидеевы тоже были рыбаки, а другие, кто его знает, были они рыбаки или нет, но они просто, скорее всего, друзья, может быть, я делаю такое заключение, может быть, не совсем верное, но они не знали, чем заняться. Христа нету, то они со Христом ходили, то они с Ним всегда были. Он их и направит, он им скажет «идите туда подвое, идите там приготовьте мне место, я туда потом приду, то, значит, раздавайте хлеб, то еще что-то». А теперь Христа нету, и они как будто бы растерялись, как будто потерялись. А что же нам делать-то теперь? И, друзья, первая мысль моя, когда у нас теряется взаимоотношение со Христом, мы часто возвращаемся к прошлой жизни. Которая была и раньше. Это, друзья, вообще так бывает часто. Человек пошел за Христом, человек вроде бы уже следует за Ним, и у него вроде бы есть взаимоотношения со Христом, и все нормально, и человек оставил прежние дела, все свои увлечения, интересы, какие были раньше, что-то еще, друзья, оставляет все греховное, и просто то, что не нужно теперь, он следует за Христом, он служит Богу. Сегодня у молодежи была программа о том, чтобы служить Богу. Он служит Богу, он покоряется им, он служит Его. Но когда теряется связь с Богом, когда теряется взаимоотношение, очень нередко и даже, наверное, очень часто человек вновь скатывается к прежнему. Не обязательно там грехам каким-то или все, просто человек вновь возвращается своим каким-то интересом, хобби, каким-то увлечением. Человек потерял источник общения, источник жизни, он потерял близость со Христом, и его вновь влечет к тому, что было раньше. И вот здесь ученики тоже, они в это время, друзья, они, Христос когда-то их позвал от этого дела, не то, что оно греховное, не то, что там плохое такое дело рыбачить, друзья, но он просто их позвал на другое дело, более серьезное, более важное, более значимое. И теперь, когда Христа с ними рядом нету, и они потерялись, и вот опять к старому. Ну, что делать? Ну, пойдем порыбачим. Я не знаю, или от нужды, или просто, как говорится, время, так вот, ну и интерес к этому есть у людей. Я никогда не был рыбаком, но так я понял людей, которые этим увлекаются, что это очень забавное увлечение, очень такой интерес большой к этому, очень такое притягательное дело, оказывается, даже очень затягивающее дело. Ну вот, и они, видимо, тоже, друзья, пошли. Дорогой друг, братья и сестры, как у нас сегодня? Насколько наша жизнь со Христом нас действительно держит в общении с Ним? Или, может быть, мы тоже уже увлеклись вновь всем тем, что и раньше? Кому-то больше заработать, кому-то больше увлечения какие-то, кому-то еще что-то, друзья. И вновь пошли мы по своим дорогам, по своим изгородням, по своим увлечениям, по своим хобби и прочее, прочее. Друзья, это вполне может быть, вполне может быть. Когда Христос, как бы сказать, не является более в центре нашей жизни, и мы где-то, может быть, растеряли общение с Ним. И поэтому, друзья, когда здесь дальше мы читаем, настало утро, они рыбачили всю ночь, значит, ничего не поймали, то Христос стоит на берегу, но написано здесь, но ученики не узнали, что это Иисус. Не узнали, что это Иисус. Друзья, здесь речь идет не просто о людях, которые когда-то, один раз, когда Христос кормил пять тысяч людей, они видели там вдалеке Иисуса, который там преломлял хлеб и раздавал, и ученики разносили. Друзья, это не из тех, друзья, не из тех. Это не из тех, которые там где-то когда-то видели, что Христос проходил по городу, там, и за Хейтом залез на дерево, и они там где-то в сторонке ходили, там тоже что-то слушали, что-то не слушали, что-то интересное было, толпа была людей, и где-то там за толпой стоял Христос, и они вроде бы Его видели, вроде бы не видели. Друзья, это не те, не те. Это те, которые три с половиной года рядом с Ним, бок о бок, спали вместе с Ним, ели вместе с Ним, служили вместе с Ним, трудились вместе с Ним, делали все, что Он говорил. Они буквально жили с Ним прямо вместе. И теперь Христос стоит, и они Его не узнают. Ну, наверное, да, наверное, еще не расцвело, наверное, еще темно, наверное, еще Христос где-то далеко, они на озере, вот так вот силуэт вид. Наверное, нет, наверное, нет. Что-то другое, друзья, повлияло, помешало. Друзья, скажу вообще, это проблема пасхальной истории, проблема многих встреч Христа со своими теми, которые хорошо Его знали. Это и Мария Магдалина у гроба не узнала. Это и двое в Маус идут с Ним, разговаривают, беседуют, слушают, как Он разговаривает, слушают, ну, голос-то, ну, ладно, по лицу, ну, ладно, ну, должны же... Не узнают, не узнают. Друзья мои дорогие, братья и сестры, насколько сегодня мы узнаем и голос Христа, и Его самого в нашей жизни, насколько мы Его видим вообще, друзья, насколько Он реален в нашей жизни, насколько Его Слово реален в нашей жизни, насколько Его желание реален в нашей жизни, насколько Он, как Господь наш, реален в нашей жизни. Друзья, я так смотрю сегодня, посмотрел так по залу во время собрания, ну, и так понимаю, что все здесь недалекие люди от Бога. Нет, большинство члены церкви, многие, которые давно ходят, кто-то иногда бывает, кто-то из верующей семьи, то есть все мы здесь практически собрались, большинство, друзья, в большинстве, те, которые недалеко от Бога, то есть как-то с Ним имели дело и имеют и по сейчас. Друзья, насколько мы узнаем Христа, насколько мы видим, что Он сегодня здесь, и мы Его реально слышим, мы Его реально понимаем, мы Его реально хотим созерцать, мы хотим знать, что Он хочет, мы действительно пришли, чтобы повстречаться с Ним и действительно увидеть Его. Насколько, друзья, у нас это получается? Друзья, скажу, что не всегда у нас это может получиться, и не всегда это получается. Не всегда получается. И как это сегодня у тебя, дорогой друг, это, ну, вот тебе как раз и вопрос этот стоит. Вот ученики тогда или заняты своим делом, ну, увидели, ну, стоит кто-то, ну, стоит, они дальше рыбачат, у них тем более всю ночь ничего не получилось. А знаете, наверное, есть такая проблема у людей, когда что-то не получается, но хочется добиться, хочется добиться. Ну, вот еще раз закину, ну, вот так вот, ну, вот так вот еще попробую, такую приманку или таким образом. Но все-таки, когда у человека ничего не получается, ему всегда хочется все-таки добиться, чтобы хотя бы, ну, чуть-чуть что-то бы, ну, добиться своего, того, что он не получал до сих пор. Друзья, и вот здесь для нас важен, друзья, чтобы мы могли вдруг стрепенуться и подумать, у меня что-то ничего не получается в жизни-то. Вот следующий вопрос, друзья, как раз я и хотел обратить внимание. Господь спрашивает их, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали, нет. Вот, друзья, это более такой серьезный вопрос. Нет, конечно, в то время этот вопрос был банальный. Ну, есть какая пища? Ну, то есть, поймали что-нибудь? Есть у вас рыба? Ну, это обычно была пища в то время, рыба, хлеб. Есть у вас что? Они говорят, нету ничего, ничего не поймали. То есть, ну, это был обычный такой стандартный, кажется, вопрос. Поэтому, друзья, и смотрите, у них и реакции дальше нету. Он называет их дети, он обращается к ним с вопросом, с этим, но они просто на него и отвечают на этот вопрос. Нету, нету. Братья и сестры, а вот к нам сегодня я бы хотел задать этот вопрос более поглубже, более так вот, ну, вдуматься, чтобы мы могли. Братья и сестры и все присутствующие, есть ли у тебя что-то, чем ты живешь, чем ты жив сегодня? Есть ли у тебя пища, от которой ты жив сегодня духовно? Имеешь ли ты что-то, что наполняет твое сердце и твой разум, и твои мысли, и твою внутренность, что ты от этого живешь, и ты имеешь от этого общение с Богом, и ты радуешься от этого? Имеешь ли ты это сегодня? Или ты, может быть, обеднел? Или у тебя ничего и не было никогда божественного? Или ты, может быть, никогда и не имел ничего Божьего в себе? Или, может быть, ты растерял и все-все потерял, и у тебя сегодня просто ничего нету? Братья и сестры, и Господь этот вопрос задает ученикам своим, своим близким. И поэтому этот вопрос сегодня звучит к нам, ко всему залу, ко всему собранию собравшихся. Как у тебя сегодня с духовной пищей внутри? Есть у тебя что-то? Можешь ли ты вот сейчас выйти и чем-то поделиться, другому рассказать, богат ли ты чем-то? Они отвечали нет, честно, как есть. Ну, а что скрывать-то, если сейчас подплывут, там в лодке ничего нету, ну, понятно, что и нет ничего. Ну, а мы, друзья, а мы, наверное, не так. Мы, наверное, не так. Мы говорим часто всяко по-разному. Да так пойдет, да так вроде бы ничего, да так, ну, что-то есть. Есть, когда бывает, спрашиваешь человека, ну, как ты читаешь Библию, читаешь, паникаешь в Писание, постишься, молишься. Ну, да, так бывает. А как бывает? Как бывает? Ну, бывает по-разному. Бывает и раз в месяц почитал Библию, и раз в год попостился, тоже бывает. Друзья, по-всякому бывает. Но вопрос, есть ли у тебя то, что наполняет тебя? Есть ли у тебя пища, которой ты сам жив и которой ты бы мог обогатить других, которым ты мог дать другим? Насколько ты сегодня богат этой пищей духовной? А может быть, у тебя вообще пища другая, совершенно иного рода, совершенно, которая не душ наполняет, не дух наполняет, а которая просто веселит ум и разум и плоть, можно сказать, приводит в действие? Может быть, совсем другая пища? Поэтому, друзья, Господь задавает вопрос. Я думаю, Он, конечно, хотел обратить на Себя внимание. Он хотел, чтобы они, может быть, узнали Его, чтобы они как-то воскликнули. Но даже этот вопрос, Он ничего в них не произвел. Ничего в них не произвел. Друзья, я думаю, что и сегодня этот вопрос, как твоя духовная жизнь, чем ты богат и что наполняет тебя, не многих затронет. Вполне возможно. Вполне кто-то скажет, ну да, так, не очень, ну, пойдет, так, тоже живут люди. И жить можно. Друзья, боюсь, что многих тоже не затронет и не повлечет ко Христу, и не повлечет к тому, чтобы раскаяться, смириться, сказать, Господи, беден я, ничего нет у меня, я нищ, у меня все пусто, у меня все не получается, у меня все плохо. Как Господь долго ждет, когда человек так вот может сказать, что я банкрот, что я обнищал, что я беден, он бы готов наполнить, но этих ответов часто не бывает. Но у учеников, друзья, этот ответ был, нету ничего. И тогда Господь им предлагает свой вариант. Он предлагает им тогда свою помощь. Он говорит, забросьте сеть и поймайте. Но он сказал даже в какой стороны бросить лодки, там с правой стороны лодки, я не знаю, неужели там такой корабль был, что справа косяк идет, а слева не идет. Друзья, суть в том, что Господь просто сказал слово свое, сделай вот так, как я тебе повелеваю. И он, а они сделали, друзья. Ну и помним, что они не могли вытащить уже. Друзья, оказывается, Господь вот прям рядом находился, вот они пустые, вот у них ничего, и вот его слово, и вот у них так, что даже и вытащить не могут. Друзья, вот оно, сегодня брат говорил уже, вот это полмиллиметра разница, друзья, вот это полмиллиметра разница. Вот так бывает в вопросе и спасения нашего, друзья. Полмиллиметра разница, но перешагнуть никак не можем, никак не можем сдвинуться с места. Нас вот так вот устраивает, мы так вот живем. А надо, может быть, один шаг сделать через эту линию, черту эту, которая разделяет нас со Христом, и прислушаться к Его Слову, и сказать, Господи, по Слову Твоему закину. Ну, здесь этого смысла нет, просто здесь написано, они закинули, в другом месте такое написано, по Слову Твоему закину. Друзья, Господь сказал, и они закинули, и поймали, и обогатились, ну, обогатились рыбой, друзья, но, друзья, в этот момент один из них уже Христа узнал. Через это действие Господне в их жизни, в этот момент, через это Господь открылся, и один уже узнал, и потом другому сказал, и пошло все, они узнали Христа. Друзья мои дорогие, почему до сих пор и ты, мой милый друг, так вот и живешь, вот так вот за чертой, за чертой. Вот так вот Господь тебе говорит, я тебе готов обогатить, я тебе готов дать спасение, прощение, я готов тебе дать другую жизнь, я готов, чтобы ты наполнялся мною. А мы говорим, Господи, у меня ничего нету, но и так и остаемся. И как будто вот этот призыв, вот это побуждение Христа, сделай этот шаг, мы никак его не можем услышать, никак не можем отреагировать на Него, никак у нас нет ни желания, ни хотения, и мы вот остаемся в своем коконе, так скажем, и никак нет воскресения к новой жизни. И поэтому, милый друг, сегодня к тебе это слово. Господь говорит, закинь, попробуй, сделай то, что тебе Господь говорит. Ну и мы знаем, друзья, как я сказал уже, что один из них, он между собой, они говорят, это Господь. Друзья, узнал, узнал. По этому чуду, которое было знакомо им уже раньше, они с этим соприкасались уже, они в этом уже пребывали, и по этому чуду они, он говорит, это Господь. Мы тогда помним, что у нас тоже не было никакой рыбалки, у нас ничего не получилось, и Господь сказал, и мы, он вспомнил, проснулись те чувства, которые были раньше, оно как-то ожило вновь, это Господь. Ну и мы знаем, что Петр, он немножко сделал даже несколько такой шаг, ну не стандартный, непривычный, и может быть даже некоторые из учеников его даже могли бы немножко и осудить, сказать, ну к чему такое дело, там прыгнуть в воду, там и вперед уплыть, там все это рядом было. Но, друзья, я думаю, вот здесь как раз и проявилось вот это вот внутреннее желание Петра, внутреннее хотение Петра. Он, он когда увидел, что это Господь, когда понял, что это Господь, у него вот это вот, ну его обычная, стандартная, его черта характера проявилась, он вперед. Ему-то хотелось со Христом, он просто утратил, он где-то потерялся, он где-то не знал, как быть дальше, а теперь, когда Господь открывается, у него, друг дорогой, а у тебя не так, нет? Тебе Господь сегодня хочет открыться, мы сегодня знаем, что Господь среди нас, а у тебя как? Или ты так в лодке? Ну довезут, довезут, приплыву, приплыву, не приплыву, как будет, не знаю. Может быть, тебе нужно сделать рывок какой-то, какой-то шаг какой-то сделать, более такой решительный ко Христу. Может быть, много утрачено, может, много потеряно. Поэтому, дорогие друзья, братья и сестры, мы заканчиваем наше собрание. Остаются вопросы. Дети, есть какая пища? Это Господь спрашивает, не я, братья и сестры, Он и меня спрашивает, и вас тоже. Есть какая пища? Есть, чем мы живем? Его пища есть у меня или нет? И он открывается и хочет сказать, что я вот он, я готов наполнить, я готов дать тебе пищу духовную, я готов дать тебе то, чем ты мог жить бы. Сегодня второй брат уже говорил, что, ну и первый, что нету другого, чем жить, как Христом. Он сегодня рядом с тобой, и он стоит вот рядом, на берегу, и тут буквально сто локтей там, или сколько там, двести локтей. И вот чуть-чуть сблизится, и ты можешь получить. Сделай вот это вот, ну я бы так выразил, с вот этим, может быть, положением, которое Петр, прыжок этот с твоего места, оторвись от него, от твоей жизни, вот этой вот, которая потерялась, которая растерялась у тебя, может быть, не имеет ни смысла, ни интереса. Вырвись от этого, сделай этот шаг, и пойди ко Христу. И там будет беседа о любви, там будет поручение служения, там будет общение прекрасное, там будет и пища, у Христа всегда пища есть, и даже в этой там не нуждался, хотя сказал, принесите тоже. Друзья, как у тебя сегодня, как у меня сегодня? Господь знает, но в чем ты нуждаешься, тоже Господь знает. Поэтому я хотел бы, друзья, может быть, кто-то хотел бы сегодня вот из этой лодки, в которой ты плывешь, в твоей, в твоими делами, работами, заботами, в твоей лодке, в которой ты плыл вчера и третьего дня, может быть, ты хочешь из нее, наконец, выйти и повстречаться со Христом, который там на берегу, и помолиться, и ему попросить прощения. Давайте.